Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я где-то летом привязался к человеку, которому абсолютно неинтересно. Я понимаю, что я ей не нужна, но в том, что я даже не знаю, как отручнуть от этого человека, что мне делать. Смотрите. Во-первых, вы говорите о том, что вы неинтересны человеку. То есть вы привязались к человеку, которому вы неинтересны. Ну, я думаю, что вы привязались к человеку, которому вы неинтересны чуть ли не потому, что вы ему неинтересны. Вот. Я думаю так. Я думаю, что вы привязались к человеку только потому, что вы ему неинтересны. Это первое, на что хочется обратить ваше внимание, да, первый, так скажем, момент, на который хочется обратить ваше внимание. Второй момент, да, то есть получается, что здесь у нас? Здесь у нас получается такая история, что когда человек мне интересен, как-то вот автоматически, да, автоматически, это означает, что я ему не интересен. Вот, и здесь возникает такая вот причинно-следственная связь, получается, что я интересуюсь теми людьми, которые меня считают, ну, как бы, неинтересно. Только поэтому. Только поэтому я привязываюсь к людям. Для чего? Ну, логично, чтобы доказать, что я интересен, я для этой цели привязываюсь к людям. Начинаю с ними общаться. Понимаете, какая штука, да, получается? Это первый момент. То есть если я сама чувствую себя неинтересной, то у меня есть потребность в том, чтобы доказать, что я интересен. Вот. Я стремлюсь к этому. К тому, чтобы доказать, что я интересен. Это механизм привязки. Конечно, это механизм привязки не весь. Не весь. Но это важная часть этого механизма. Не вся часть. Но важная часть. Дальше. Что ещё способно привязать человека к другому? Это состояние. То есть то, как я себя чувствую с человеком. То моё состояние, которое я с ним, как бы, ощущаю. Вот это привязывает. Это привязывает. И это привязывает. Немного, не мало. Почище любого наркотика. Потому что состояние хочется испытывать. Снова и снова. Состояние, которое вы чувствуете с человеком. Вот. Понимаете, да? О чём здесь речь. И ваша задача. Таким образом. Первое. Поработать с вашей самооценкой. Конечно же. Вот. Потому что самооценка ваша. Она, мягко говоря, не очень. Мягко говоря, она хромает. Это первое. Чтобы вы почувствовали. Чтобы вы смогли зафиксировать. Увидеть то, что вы интересны. Вот. То, что вы можете быть интересны. То, что вы интересны. Просто пока, просто пока этого не чувствуете. Не привыкли чувствовать. Так у вас сложилось. Так сложилась ваша жизнь. К сожалению. Это не хорошо и не плохо. Это нужно понимать. Нехорошо и не плохо то, как сложилась ваша жизнь. Она так сложилась. Но вы интересны. И второе. Это состояние. Это ваше. Это ваше. Состояние. Ваше. Ваше. Состояние. Которое вы. Эээ. Ну. Чувствовали. Ощущали с этим человеком. Вот. Состояние, к которому вы. Эээ. Сейчас. Естественным образом. Эээ. Чикотить. Эээ. Чикотить. Это нормально. Нормально. Нормально цикотить к эээ. состоянию. Которое вот. Ээээ. Ну. Вызывает. Ээээ. Скажем так. Ээээ. Ну. Как какие-то эээээ. приятные чувства, эйфорию, удовольствие и так далее. Это нормально. Вот с этими двумя вещами вам нужно работать с психологом. То есть по факту, по факту, это зависимость, по факту. По факту мы имеем дело с зависимостью, вот, ну от человека. Опять же, ни хорошо, ни плохо. Мы просто имеем дело с таким состоянием. Всё. И последнее. Последнее. На что я бы хотел обратить ваше внимание. Последний аспект. Это то, что вы сами называете привычкой. Да. То, что вы сами, ну, описываете как привычку. Вот. А привычка формируется в результате, скажем так, систематических действий. Вот. То есть если я совершаю некие систематические действия, то вырабатывается привычка. Поэтому нужно вам обязательно обратить внимание на следующее. На следующее. Как я реагирую, как я обращаюсь с тем, чего я хочу. Как я обращаюсь со своими желаниями. Как я обращаюсь со своими потребностями. Что я делаю, когда они, вот, мои, скажем так, потребности, да, появляются. Что я делаю с ними. Как я с ними поступаю. Как я с ними обращаюсь. И вы увидите основу. Или, может быть, эм, может быть, лучше сказать, эм, предрасположенность к привычке. Она заключается именно в этом. В том, как человек привыкает обращаться со своими желаниями. Вот. Вот как привык человек обращаться со своими потребностями, которые возникают. Это абсолютно нормально. Как человек привык. Так он, так он и это делает. Ну, по жизни. Как правило. И, соответственно, мы можем говорить здесь о чем? Мы можем говорить здесь о том, что ваша мобиль поведения, которую вы сами, возможно, даже не замечаете. Которая для вас привычна. Потому что это привычка. То есть устоявшийся, эээ, паттерн поведения. Вот. Эээ, образовывает ваши, эээ, такие ситуации. Например. Приведу пример. Эээ, просто чтобы, эээ, ну, просто чтобы было, может быть, эээ, вот, ну, вот, немножко, эээ, понятнее, о чем я говорю. Эээ, человек хочет, допустим, человек хочет, эээ, ну, такой вещи, эээ, как, ээээ, скажем, эээ, пригнание. Да? Человек хочет такой вещи, как пригнание. К примеру. Эээ, абсолютно нормальная. Абсолютно нормальная и естественная, ээээ, потребность. Потребность в признании, потребность в славе. Вот. И так далее. То есть абсолютно нормальная, нормальная потребность. Когда человек, эээ, задаёт, ну, когда человек это чувствует, у него сразу возникает ощущение, какое? Например. Что я похуже других. Вот. Что я ничего не добью, не добьюсь. К примеру. Что я ничего не смогу. К примеру. И так далее. К примеру. Или когда человек, эээ, человеку нравится, человеку нравится, другой человек. Ну, кто угодно. Не важно кто. Любой. Вот просто понравился, эээ, нам кто бы. Вот. Допустим. Что происходит, ээээ, что происходит здесь? Здесь происходит такая ситуация, что я сразу думаю. Мне стыдно. А вдруг он мне откажет? А вдруг я ему не понравлюсь? А вдруг он, эээ, подумает, что я в нём нуждаюсь? Понимаете, да? Как, какие вот сразу, эээ, сразу мысли, мысли, мысли возникают. В, эээ, голове. Вот. И, ээээ, конечно, только малая часть. Эээ, того, что, ну, вот, как бы, может, эээ, ну, происходить. Вот. Это только малая часть того, что может возникать. Эээ, потому что, бывают ситуации. Бывают. Ситуации. Эээ, более, скажем так. Эээ, более, эээ, жёсткие. Бывают, ээээ, ситуации более, эээ, серьёзные. Бывают ситуации более, ээээ, оригинальные. И, конечно, эээ, я не знаю того, какая ситуация у вас. Ээээ, ну, происходит. Я не знаю. Не знаю, как вы это переживаете, ну, в данном конкретном случае. Но, тем не менее, работает это именно так. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, вот самое-самое лучшее, что вы можете сделать, это обратиться к психологу и проработать все волнующие вас вопросы. Самое главное заключается в следующем. Прям вот такое самое-самое главное, что другой человек, ну, вот на той стороне, нам всегда не понять. То есть он, этот человек, всегда для нас в какой-то степени загадка. И если мы пытаемся эту загадку разгадать, то есть если мы пытаемся понять, что человек думает, что человек чувствует, если мы пытаемся понять, чего человек хочет, то все это приводит никуда. Я не могу понять другого человека. Люди сами не всегда себя понимают. Я могу лишь сказать человеку о том, что чувствую я. Я могу выразить человеку то, что мне интересно, любопытно. то, что меня волнует, привлекает, а то, что мне нравится, например, и не нравится, например, это тоже такой достаточно важный момент. Вообще говоря, понимаете, понимаете, да? Но это, как правило, игнорируется. Вот эти вещи, как правило, игнорируется. Вместо этого, вместо этого, люди пытаются понять другую другую ситуацию. Тем самым, ставя себя в состояние постоянной тревоги раз и в, скажем так, Состояние, ну вот, такой постоянной, я бы сказал, постоянного негатива. Почему негатив? Ну, спросите вы, да, откуда негатив? С чем связан негатив? А дело в том, что я же пытаюсь понять человека, другого. У меня это никогда не получается. Ну, это нормально, но не может получиться. Вот, из-за этого я себя постоянно чувствую таким, знаете, ну, ущербным. Вот. Я уверен, что может быть и не так, может быть не всё из из того, что я описал, ну, про вас. Я и не спорю. Может быть не всё. Но, дело не в этом, а дело в том, что, ну, мобиль, мобиль такая, работает это так, к сожалению. И, конечно, вам, нужно, в любом случае, об этой мобиле стараться отходить, по моему шпиону, никуда она вас не приведёт. По крайней мере, ни к чему хорошему не приведёт точно. И чтобы действительно, на самом деле, не привело, чтоб вы знали, ну, скажем так, себе цену, чтоб вы знали, что цену другим людям, чтобы вы ценили себя и по-настоящему ценили других, вам нужна психотерапия. Вот такой ответ я могу вам сейчас дать. Вместе с тем, крайне важно быть честным, хотя бы к себе. Чего это значит? Чего значит быть честным к себе? Ну, вообще говоря, это означает замечать и признавать те, ну, допустим, вторичную выгоду, ту вторичную выгоду, которая есть, вам об этой ситуации. Здесь, в этом смысле, всё довольно просто. На мой взгляд, вы, не только вы боитесь ответственности. Боитесь ответственности за свою жизнь. Это бегство от ответственности, к сожалению. И пока вы, бежите, от неё, об ответственности просто. Ситуация не изменится и не исправится. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Болgovernия. Ситуация. Болова оконпались. Б Мерjemон. Соци��요. Продолжение следует...